Привет всем зрителям канала Мой Компьютер! У микрофона Хомиш, и сегодня я предложу вам 10 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. КАМОН! Я тебе лошадь п***ла! Полторы тысячи! Asus Zenfone Max Pro M2. Это более модный и так сказать обновленный вариант смартфона M1, который у нас уже был в одном из топов. И отличается он в первую очередь 660 Snapdragon и ярко выраженной монобровью. А также немного увеличенным дисплеем и, что характерно, батареей аж на 5000 мАч. Отличное решение для тех, кому важна автономность, быстродействие и простота в использовании. Но при желании, если вам не нужна монобровь и вы не против чуть-чуть сэкономить, то можно купить и первую версию данного смартфона, который имеет все вышеперечисленные плюсы, но при этом он чуточку компактней и использует 636 Snapdragon. Короче говоря, последнее место между собой делят Zenfone Max Pro как и M1, так и M2. Huawei Honor 8X Смартфон с шикарнейшим дизайном и превосходным дисплеем, а также ярко выраженный монобровью. И что важно понимать, естественно, на Huawei'евском Kirin'е. Которого, конечно же, достаточно для хорошей оптимизации, быстродействия системы, софта и энергоэффективности. Но в некоторых моментах вы, скорее всего, захотите Snapdragon. Также, само собой, здесь используется технология AI-камеры, за счет чего фото получаются действительно неплохие. Но в том случае, если вы берете смартфон именно для того, чтобы фотографировать, то тогда примерно за те же деньги можно купить Huawei Nova 3i. Который практически точно такой же, но для фото он подходит лучше. Выходит, девятое место снова делят два смартфона. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Снова же смартфон с монобровью и опять же на 636 Snapdragon. Что в целом неудивительно для смартфонов в данной ценовой категории. Так же, как и двойная камера и многие другие нюансы. В любом случае, Xiaomi есть Xiaomi. И если вам нравится данная марка, то, конечно же, я рекомендую этот смартфон. Особенно, если учесть его стоимость с AliExpress. Но вот за официальные 18-20 тысяч рублей, я бы даже не думал смотреть в сторону этого смартфона. Так же, из минусов можно выделить отсутствие NFC. Ну и в случае, если вам хочется более привычный дизайн, стоит присмотреться к Redmi Note 5. Или же, если требуется сугубо Xiaomi, в сочетании с отличной камерой, то присмотритесь к Mi A2. В общем и целом, все эти три смартфона попадают в нашу ценовую категорию и заслуживают внимания. А так же, делят между собой восьмое место. Nokia 7.1 Возродившаяся в Китае из финского пепла, Nokia производит не такие уж и плохие смартфоны. Особенно, если присмотреться к модели 7.1. Она всего-то за 19 тысяч рублей. Может предложить уже привычный 636 Snapdragon практически 6-дюймовый дисплей. Двойную камеру, две симки, 3 или же 4 гигабайта оперативки на 32 или же 64 внутренней памяти. И что самое главное, логотип Nokia, как и спереди, так и сзади. Из-за чего, наверное, и покупают данный смартфон. Короче говоря, достаточно привычное, как для своего сегмента, решение от бренда Nokia. И если вдруг вы хотите что-то подобное, но дешевле, можно обратить внимание на модель 5.1+. Всего-то за 13 тысяч рублей вы получите практически то же самое. Moto Z2 Play. Конечно же, многие из вас скажут, смартфон прошлогодний, камера всего одна. Зачем он такой нужен? А я объясню. Есть еще достаточно большое количество людей, которым нравится привычный дизайн смартфона, а также сканер отпечатка спереди. К слову, я именно такой. И для таких вот искушенных пользователей, Moto может предложить 5,5-дюймовый Full HD AMOLED дисплей, 626-й Snapdragon, который, кстати говоря, совсем неплох, 3 или же 4 гигабайта оперативки на снова же 32 или же 64 гига флеш памяти. При этом у вас будет оригинальная задняя сторона смартфона, чистый Android, прикольная вспышка и, между прочим, светосильная камера. Короче говоря, неплохое решение для любителей классики за свои деньги. Как альтернативу можно посоветовать Nokia 8, также с традиционным дизайном и с более мощной начинкой. Но его стоимость четко упрется в 20 тысяч рублей, а иногда даже чуточку выше, в отличие от решения от Moto. И прежде чем перейти к следующему смартфону, настоятельно рекомендую, если вы еще на нас не подписаны, само собой подписаться, а также нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видеоролики. Samsung Galaxy A7 2018 Неплохое решение от Samsung с 6-дюймовым AMOLED дисплеем, тройной камерой и с достаточно строгим привычным дизайном. Все бы ничего, если бы не процессор Exynos, который многие недолюбливают из-за достаточно серьезных затупов и провисаний даже во время работы оболочки. А также дешевле 20 тысяч рублей его найти практически не получится. И поэтому, если вы хотите сэкономить, то можно обратить внимание на A6 Galaxy, также 2018 года, но там будет плохой дисплей, куда более слабая начинка, но при этом, естественно, низкая стоимость. Короче говоря, что A6, что A7, что любое другое решение от Samsung, я могу посоветовать лишь тем, кому важна эта самая надпись на корпусе смартфона. Xiaomi Mi Max 3 Практически планшет снова же на 636 Snapdragon с точно такой же камерой, как и у Redmi Note 6 Pro, а также без моноброви, как и Redmi Note 5. В общем-то, отличное решение для тех, кому нужен огромный дисплей за небольшие деньги. Между прочим, в виде неплохой альтернативы мог бы выступить Honor 8X Max. Характеристики точно такие же, но при этом еще больший дисплей с еще большей безрамочностью. Ну и само собой, с крутым, но и в то же время очень марким корпусом. Короче говоря, четвертое место между собой делят Mi Max 3 и Honor 8X Max. И вот она, тройка лидеров. Meizu 15 Тот смартфон, который лично я поставил бы на первое место, но все-таки есть некоторые нюансы. Для начала Android 7.1, против восьмого практически у всех остальных смартфонов. Также здесь у нас традиционный дизайн, то есть это не абсолютная безрамочность. И все еще сканер отпечатка в передней части корпуса. Конечно, круто, когда он под экраном, но я сомневаюсь, что за такую стоимость этого можно добиться. Так что у нас привычный сканер и в то же время практически самый быстрый среди всех имеющихся. Процессор здесь 660 Snapdragon, что очень неплохо для такого сегмента. Дисплей при этом AMOLED практически 5,5 дюйма, с Full HD разрешением, что тоже привычно и мне очень нравится. И в принципе все. Минус в том, что официально в России за эти деньги его не купить. Так что нужно будет обратить внимание на AliExpress. И если вы не против сэкономить и взять чуть урезанную версию 15 Meizu, то имеется 15 Lite. Практически все то же самое, только вот никакой двойной камеры. ВИВО Y95 Шикарный дизайн, отличная автономность и хорошая фронтальная камера, а также естественно сдвоенная сзади, но при этом низкое разрешение дисплея, все-таки слабоватый 439 Snapdragon и знаете ли стоимость в целых 19 тысяч рублей. За такие деньги имеется неплохая альтернатива в виде OPPO A5. Он в общем-то во всем неплох и лишь отсутствие NFC меня печалит. Короче говоря, на втором месте, либо же Vivo Y95, либо же OPPO A5. Что то, что то неплохо для тех, кому важен отличный дизайн и хорошая фронтальная камера. Первое место между собой делят Xiaomi Mi 8 Lite с 660 Snapdragon, отличным дисплеем, хорошими камерами и превосходным дизайном и Pocophone F1. Так сказать, две противоположности во главе всего списка. Ведь Pocophone это передовые характеристики в сочетании с максимально классическим дизайном. А вот Mi 8 скорее наоборот средние характеристики, но зато прекрасная селфи камера и привлекательный дизайн. Оба смартфона укладываются в наши рамки по цене и уже вам решать, что приобретать. В любом случае мы посоветовали огромное количество смартфонов, куда больше чем 10, за совсем небольшие деньги. Ведь 20 тысяч рублей это чуть менее 300 долларов. Что по сегодняшним меркам для смартфона и не много и не мало, а скорее золотая середина. Спасибо всем за просмотр, ставим лайки если остались довольны и пишите ваше мнение в комментариях. Удачи и до новых встреч.